На носу Новый год, но эту елку ученики лицея «Русская школа» украшают еще и по особому случаю. Рядом с ней они прочтут стихотворение Ивана Кашевара, посвященное Рождеству. Выступать ребятам, учащимся самых разных классов, не в диковинку. Все они посещают театральный кружок. А в самой школе праздники Рождества и Нового года принято праздновать с размахом. Помимо того, что мы всегда готовим какие-то спектакли, мы рассказываем стихотворение для Деда Мороза о Новом годе, о зиме, о снегурочке и так далее. И вот тема Рождества Христова – это особенно такая трепетная, добрая тема, волшебная, которую, я думаю, дети чувствуют с самого маленького возраста. Этим обоснован и выбор стихотворения, с которым ученики русской школы приняли участие в проекте «Стихи живут». В один из дней календаря, в какой не знаем мы, в последних числах декабря или в начале января не стало больше тьмы. И прежде, чем зашла заря, настал спасение срок. В знаке рождения царя Христа, лежащего в яслях, Господь звезду зажег. Сбылись пророчества веков о судьбах всей земли, и те, кто верил в слово их, мессию обрели. Когда рождественская ель горит на Рождество, она сквозь зимнюю метель приносит в дом тепло. И в красках радужных огней один пленяет взгляд, что на вершине средь ветвей несет лучей каскад. И в этот день календаря, в мороз и холода, мне о рождении царя напомнит та звезда. И чтобы не было в пути, я верю неспроста, и знаю, Отче, нас спасти ты в мир послал Христа. И только в этом жизнь моя, и в этом смысл весь, служить Христу всегда горя, неся благую весть. Спасибо, Отче, за Христа, за счастье Рождества, Твоя святая чистота и в нас теперь жива. Из детских уст эти строчки прозвучали особенно трогательно. Следующее чтение стихотворных произведений в рамках проекта «Стихи живут» пройдет уже в январе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова